Сегодня уже в социальных сетях рассказывают, что чуть ли там не нянечек уже на посты ставят. Но этого делать не надо точно, потому что это только лишний ажиотаж истерии. А вот разработать дополнительные меры, которые бы помогли не допустить чрезвычайных происшествий в учебных заведениях, необходимо. Оперативное совещание в областном правительстве начали с минуты молчания. В память о жертвах казанской трагедии. Напомню, накануне утром в 175-ю школу ворвался 19-летний стрелок. От пуль погибли 9 человек. В основном дети. Ещё несколько раненых сейчас в больнице. Олег Мельниченко отметил, что по статистике на такие ужасные преступления идут подростки-одиночки. Замкнутые и необщительные. А потому следует ещё раз проверить, как работают психологические службы с детьми, поведение которых вызывает тревогу. Ну и, конечно, организацию пропускного режима в образовательных учреждениях стоит скорректировать. В первую очередь пересмотреть уровень оплаты труда охранников в школах и предъявлять к ним более высокие профессиональные требования. Чтобы всё-таки это были относительно молодые люди, можно включить требования к профессиональной подготовке, чтобы это были лица, отслужившие, например, в вооружённых силах, ветераны правоохранительных органов. Ну, в общем, люди, которые имеют какую-то базовую основную подготовку. Надо принимать какие-то меры. Потому что просто так обозначать, что школа охраняется, но при этом там стоит пожилая женщина, которая, ну, ровным счётом никакого влияния не окажет, так сказать, на попытку проникновения в учебные заведения, наверное, неправильно. Кроме того, от подобных террористических проявлений способно защитить серьёзное психологическое тестирование претендентов на приобретение оружия. Ещё одна инициатива – повысить возраст, после которого можно владеть им, а разрешение неплохо было бы подкреплять службой в армии. Руководитель региона отметил и важность совершенствования системы учёта боеприпасов. Вот этот молодой человек, он накануне преступления закупил порядка 500 патронов в двух магазинах. Соответственно, когда идёт такая массовая закупка боеприпасов, наверное, должны, они же по лицензии закупаются боеприпасы, соответственно, должна эта информация оперативно передаваться в Росгвардию, в правоохранительные органы. Олег Мельниченко подчеркнул, что пока это только инициативы, которые нужно тщательно проработать. До конца недели в правительстве Пентинской области сформулируют чёткие предложения, которые направят в Совет Федерации. Российские парламентарии как раз прорабатывают новые правила оборота оружия.